Добрый вечер! Время новостей на Новой Одессе. В студии Ирина Коробко. Мы продолжаем познакомить вас с событиями понедельника. Сломя голову к свободе в южной исправительной колонии номер 51 предотвратили попытку побега. Двое заключенных пытались покинуть стены режимного объекта. Пропажу обнаружили во время утренней проверки. На пути к свободе заключенных не остановили даже высокие ограждения. Однако благополучно сбежать арестантам не удалось. Прыгая с забора, молодые люди нанесли себе увечья, после чего их задержала охрана. Осужденных разыскали. Находились они в одном из зданий внутри учреждения. На просьбу вернуться назад отреагировали отрицательно и выпрыгнули за забор, выходящий на Черноморскую дорогу. Переломы, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Таков результат неудачного приземления с забора нарушителей тюремной дисциплины. На данный момент состояние осужденных оценивают как удовлетворительное. По факту попытки побега ведется досудебное расследование. К тому же будет пересмотрена организация охраны 51-й исправительной колонии. Пожар в центре города. Сегодня на углу улиц Пантелеймоновская и Екатериненская горела куча мусора. По словам очевидцев, в районе 12 часов дня из двора нежилого дома повалил сильный дым. На ликвидацию возгорания прибыли две пожарные бригады. Через полчаса огонь полностью потушили. Пострадавших нет, но жители соседнего дома не исключают вероятность поджога. Мы увидели, что с этого дома идет сильный дым. Сильно задымился двор. Когда я сюда прибежала, здесь уже кто-то вызвал пожарник, сюда приехала пожарная. Вот здесь постоянно собираются бомжи, беспризорные, а может быть и специально поджигается вот этот мусор, хлам и все, что тут собирается. Пожарники быстро вышли из машины и начали тушить пожар. Выломали дверь и очень много было дыма. Очень много. Причины пожара выясняются. По словам жителей соседних домов, аналогичное возгорание на том же самом месте было около месяца назад. Кстати, этот факт тогда зафиксировала съемочная группа проекта нашего телеканала «Одесса под контролем». Ежегодно каждое третье воскресенье мая весь мир вспоминает людей, чью жизнь забрал СПИД. Неправительственные организации, благотворительные фонды, бизнес-структуры и люди, живущие с ВИЧ, уже традиционно объединяют свои усилия для проведения широкомасштабной массовой акции. Как она проходила в Одессе, знает Дарья Сидоровская. Одесса в пятерке областных центров страны по количеству заболевших ВИЧ-спидом. Всемирный день памяти людей, умерших от этого заболевания, ознаменовался в Южной Пальмире проведением акции «Свет жизни». «Сегодня в городе Одессе на Греческой площади проводятся силами ВИЧ-сервисных организаций города, которые работают по профилактике ВИЧ-спида и помогают людям, живущим с ВИЧ-спидом. Акция проходит под лозунгом «Свет жизни». Она посвящена тому, что сейчас проводится во многих городах мира. То есть эта акция начала проводиться много лет назад. В Одессе она проводится уже 13-й год». Проведением акции организаторы хотят привлечь внимание к проблеме ВИЧ-спидом и масштабам эпидемии, чтобы каждый человек понял свою личную ответственность за собственное здоровье. Узнал, как защитить себя и своих близких и осознал, что солидарность и сострадание – это огромный вклад в преодоление эпидемии. «Акция отличная. Я думаю, что люди должны обращать внимание на эту проблему, становиться более толерантным. И самое ужасное, мне кажется, это равнодушие в жизни человека. Можно любить, ненавидеть, но равнодушие и безразличие самое ужасное. И такие акции нужны». В рамках акции проходил сбор благотворительных пожертвований, флешмоб с участием творческого коллектива «Майдан-2012», демонстрация живой красной ленты – символ солидарности с людьми, которых затронул ВИЧ-спид. Никого не оставило равнодушным создание мемориалок вид полотен, сшитых в память о умерших. «Памятные полотна шьют родные, близкие, друзья и любимые, родители и дети умерших от спида людей. Это огромное лоскутное одеяло, объединяющее в себе десятки тысяч памятных полотен, каждая из которых имеет размер могилы один на два метра». В дни проведения акций по городу ездили мобильные амбулатории. В них можно было не только получить консультацию по всем вопросам, связанным с ВИЧ-спидом, но и пройти тест экспресс-методом на наличие антител к вирусу иммунодефицитов крови. «Если у человека проблема, то они все уже от него отворачиваются. Нужно помогать. И побольше таких акций». Как отмечают общественники, несмотря на все усилия, ВИЧ прогрессирует. Если несколько лет назад гомосексуалисты, женщины секс-бизнеса и потребители инъекционных наркотиков были основными носителями и разносчиками вируса, то сегодня мир захлёстывает волна ВИЧ-инфекционных и социально благополучных слоев населения. «Основной путь передачи вируса ВИЧ – это половой путь. Уберечься очень просто. Достаточно всего лишь использовать презервативы». Каждый способен внести свой вклад в преодоление эпидемии. Первый шаг – готовность действовать и неравнодушие. Лучшая память об умерших – это забота о живых. «Чтобы предотвратить случай смерти от эпидемии, сохранить жизнь одесситов, родных и детей, близких и знакомых, коллег и друзей. За толерантность, ответственность и сочувствие». Дарья Сидоровская, Эдуард Шедорович и Новая Одесса. Минувшие выходные двери одесских музеев гостеприимно распахнулись перед ночными посетителями. Это произошло в рамках международной акции «Ночь музеев». В этом году семь музеев нашего города рискнули поэкспериментировать и приятно удивить новыми интерпретациями привычных коллекций. Своими впечатлениями делится и наш корреспондент Екатерина Ирская. В рамках международной акции «Ночь музеев» в двери одесского историко-краеведческого музея открыты для одесситов и гостей города. В этом музее, одном из немногих музеев города, сегодня ночью зажжется созвездие Мус. Литературные чтения, неформатные выставки, эксперименты с уже существующими коллекциями, квесты по выставочным залам, концерты и фаер-шоу. Одесские музеи как никогда серьезно подошли к ночной смене. Мы будем действительно ночевать в музее, наверное, не так, как в Европе, там, наверное, еще позже, я подозреваю. У нас программа наша закончится около полуночи. В историко-краеведческом музее, например, искали музыкальные инструменты. Здесь музыкальные инструменты. Одни из них, они действительно находятся в нашей экспозиции, другие, других нету. Поэтому нужно найти те, которые у нас представлены в экспозиции. Отметить их. Так. Вот. Спускаетесь сюда и получаете приз. Хорошо, все, идем искать. Есть баян, есть труба сигнальная, бандура, рожок сигнальный, скрипка, литавры. Вот я думаю, что литавры у вас, наверное, нет. Это же она? Вот, это у нас бандура. Смотрите. Вот бандура? Вот бандура. В музее Блещунова тоже удивляли. Художники-гастролеры, пользуясь музейными экспонатами, сделали коллажи о музее и о самих себе. Картины, особенно гобелены, очень часто бывают сюжетными. Так вот, художники в музее Блещунова поступили с ними совершенно необычным образом. Герои этих картин получили новую жизнь на коллажах. Смотрите, вот здесь явно видно, что весь мир театр и люди в нем актеры. А за рамки коллажа может выйти только собака. 18 людей одновременно получили фотографии, разумные вещи и пытались поединяться. И вот эту историю делали, я знаю, 6 или 7 людей, которые немного доходили. И кто-то из этих штаней с гаманцами, кто-то решил, что давайте тут еще наверху. Если так провести, то будет ощущение, что тут целыми пластами накладалась история, которую рассказали 6 разных людей. Как объяснили нам организаторы, в задаче художников входило взять героев с уже существующих полотен и интерпретировать их по-своему. Например, вот здесь у нас обычный ящичек для дров. Ну вот и на нем сверху сидят люди. На коллаже это все выглядит уже гораздо иначе. Те же самые люди выходят из обычного пятого трамвая, на котором художники просто приезжали в музей. Оказалось, что одесские музейные ночи не совсем ночи, а скорее вечера. В то время как в Европе музеи действительно открыты до самого утра. Напомним, в этом году сразу 7 музеев работали в режиме неформата. Это музей западно-восточного искусства, это литературный музей, художественный музей, историко-краеведческий. Мы и музей современного искусства. Вот музей современного искусства, ночь музеев начнется действительно в половине десятого и будет продолжаться столько, сколько выдержат музеи. Сотрудники музея не собираются встречать рассвет на своих рабочих местах. Да и посетители едва ли выдержат экскурсию, еще и пешую. Ночевали в музее Екатерина Ирская, Сергей Самойлов. Это было, было в Одессе. В нашем городе с 18 по 22 мая проходит масштабное культурное мероприятие для любителей литературы. Международный литературный фестиваль. Поводов сразу несколько. 120-летие со дня рождения Маяковского, 85-летие выхода в свет романа Юрия Олеши «Три толстяка» и создание Ильфом и Петровым романа «12 стульев». Наш корреспондент Максим Шпак находится сейчас в саду скульптур лит-музея и ему слово. Добрый вечер, Ирина. Мы сейчас находимся во дворике Одесского литературного музея. Сегодня здесь проходит Одесский международный фестиваль, литературный фестиваль. Рядом со мной директор музея Татьяна Лептуга. Татьяна, расскажите, что это за фестиваль и что он себя включает? Это третий Одесский международный литературный музей, фестиваль, который организовывается Одесским литературным музеем, начиная с 2009 года. Первый фестиваль был посвящен Гоголю 200-летию со дня рождения, Гоголевский фестиваль. Два года назад был фестиваль, посвященный творчеству Исаака Бабеля и Юго-Западной Одесской литературной школе. И в этом году, это биеннале у нас каждые два года, проходит международный фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского, а также 85-летию со дня выхода двух таких знаковых очень книг одесских, «Три толстяка Юрия Олеши» и «12 стульев Ильфа и Петрова». Международный фестиваль в Одессе проходит всегда очень динамично, очень интересно. Приезжают известные литераторы, известные культурологи, журналисты из Москвы, из других городов России, из украинских городов. Например, в этом фестивале участвуют поэтесса из Львова Елена Касьян, Дмитрий Стус, директор Национального музея Шевченко и сын Василя Стуса из Киева. Приехал генеральный директор Литературного музея России Дмитрий Бак, который, кстати, имеет и украинские связи. Он закончил Черновицкий университет, он прекрасно разбирается в украинской литературе, в украинской культуре. А сейчас он недавно назначенный директор, он же и писатель. Здесь состоялись его творческие вечера. Сейчас собирается изменить подходы к музейному делу в Российском литературном музее. Ему подчиняется 21 мемориальный литературный музей России. Спасибо Максиму Шпату. Я напомню, что сейчас он находится в саду скульптур Литературного музея, и там в эти минуты проходит международный литературный фестиваль. У нас к этому часу все. Прогноз синоптиков завершает наш выпуск. Мы увидимся в 21.00 и подведем итоги этого рабочего дня. Всего хорошего. Оставайтесь на Ново-Одесе. Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ За данными Центру погоди, у вівторок 21 травня в Одессі очікується помірно хмарна погода. Без опадів. Вітер південний, слабкий 2-4 метри на секунду. Атмосферний тиск у нормі – 760 мм ртутного стопа. Вологість повітря – 58%. Температура повітря в ночі – 15-17, в день – 25-28 градусів з позначкою «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ – впевненість у квадраті.